Всем привет! Добро пожаловать в магазин Gloves & Kit! Итак, рассмотрим еще одну модель из новой коллекции от компании Cells. Модель, полюбившаяся очень многим в прошлой коллекции от компании Cells, и это Cells Rap Pro Terrain. Модель предназначена для игры на плохих полях, но при этом сочетающая в себе удивительные свойства и отличного сцепления с мячом, и высокой износоустойчивости. Каким образом Cells этого добились, до сих пор не очень понятно, но давайте рассмотрим модель из новой коллекции. Итак, мы уже рассматривали другую модель, топовую аквамодель из серии Rap из новой коллекции от компании Cells. Вот она у меня справа висит. Она представлена в огромной коробке, непонятно зачем, честно говоря, непонятно, насколько она удобна, но все так, как есть. Данная модель представлена в очень удобной упаковке, на мой взгляд, реально оптимальнее и лучше этого еще ничего не придумано. Это удобно брать с собой, это и можно использовать как чехлов для перчаток, как даже небольшую сумку, поэтому, на мой взгляд, это круто. Касаемо дизайна, сразу видно модель Terrain. Здесь превалирует зеленый цвет в текстильных вставках. Ну и, в принципе, конечно, Cells очень изменили CPS, скажем так. Раньше они были цвет консервативный в плане дизайна, теперь же гораздо больше ярких цветов. Здесь и синий, и бирюзовый, даже чем-то Тиффани, зеленый, в общем, очень много цветов использовано в данных перчатках. Ну, как знают люди, которые смотрят мои обзоры, я более консервативен, я люблю, чтобы перчатки были белыми. Но кому-то нравятся более яркие цвета, и ваше мнение вы можете оставлять в комментариях под видео. Итак, давайте рассмотрим основные характеристики данных перчаток, что у них с размером, посадка на руку, чем они отличаются от прошлой коллекции. Ну, в общем-то, все как обычно. Действительно, опыт и отзывы наших покупателей показывают, что Cells Terrain это действительно уникальное соотношение износоустойчивости и сцепления, чем еще. Но, конечно, новая коллекция совсем не радует своей ценой, и поэтому что с этим делать, непонятно. Касаемо надевания второй перчатки на руку, липучка здесь выполнена сбоку, поэтому вы не поцарапайте латекс на большом указательном пальце при надевании второй перчатки. Сидят они очень плотно по руке, и давайте для начала я покажу вам эти перчатки поближе. Итак, перейдем к деталям. 4-миллиметровый латекс Terrain. Латекс предназначен для плохих полей, тут даже написано Hard Ground Performance. Собственно, как я уже сказал, это удивительное соотношение. Отличное расцепление с мячом и высокое износоустойчивость. Действительно, перчатки живут очень-очень долго, при этом латекс тут не такой жесткий, как, например, на Ульспорт Супер Графит и же с ними. Собственно, здесь 4 миллиметра, плюс по ощущениям подкладка 4, а может быть даже и 5 миллиметров. Перчатки реально очень толстые и очень массивные. Плюс задняя часть выполнена частично также из прорезиненного материала, как и на топовой аквамодели из этой коллекции. Опять же, непонятно, зачем это сделано, тем более, что здесь Outlast уже не использован. То есть, как, например, в аквамодели, материал, который позволял бы перчаткам, точнее, не перчаткам, а в вашей руке чувствовать себя более комфортно в жарких, например, погонных условиях. Но вот эта вот система, вспомогательная система от CELS, как они это заявляют, которая помогает при ударах по мячу кулаком. Ну, здесь, скажу так, здесь резинка не такая жесткая, как на топовой аквамодели. Там прям реально она очень жесткая и даже близка, по своим ощущениям, к защите пальцев. Собственно, 4-мм латекс, плюс подкладка очень толстая, сзади выполнен текстиль, плюс прирезиненные вставки и также очень мягкая текстильная подкладка. То есть, перчатки мягкие, действительно комфортно, ощущаются достаточно комфортно на руке и комфортнее на руке по сравнению, еще раз говорю, с аквамоделью. Стандартной длины застежка сама по себе достаточно широкая, плотно фиксирует запястье. Здесь застежка не из неопрела, здесь она обычная и надевать ее попроще. На данную застежку вы можете сделать нанесение, по вашему желанию, здесь достаточно большое окошко для персонализации. Защитных вставок в данных перчатках нет, и если уж мы говорим о том, что здесь нет Outlast, давайте упомянем вентиляцию. Здесь текстиль есть на задней части, вот здесь хорошо он виден, и немного на большом пальце. Ну и в целом это все, в силу кроя Roll Finger, который обычно, в принципе, делается без вентиляции. Конечно, благодаря использованию достаточно дорогих и качественных материалов, в вашей руке будет комфортнее, чем в перчатках, выполненных из клеенки. Но, тем не менее, наверное, в жаркую погоду у них будет не совсем комфортно. Итак, защитных вставок в данных перчатках нет, как я уже говорил, и давайте перейдем к размеру. Данная конкретная модель размера 8. Если честно, по моему вкусу они туговаты. Я не люблю, когда перчатки так туго сидят на руке, плюс тут еще такой достаточно весомый большой палец, скажем так. Здесь достаточно много латекса, он здесь тоже 4-мм, и реально перчатки очень сильно облегают мою руку, и на мой взгляд это не очень комфортно. Но это лично по моему вкусу. Я бы взял себе размер 8,5, хотя любителям плотной посадки однозначно рекомендую брать размер в размер, то есть на свою восьмерку нужно брать восьмерку. Ну, касаемо сцепления с мечом, перчатки однозначно надо хорошо помыть. Здесь достаточно значительный защитный слой, но тем не менее даже на данном этапе, в принципе, сцепление уже есть. Но, опять же, повторюсь, перчатки реально хорошо нужно помыть. С селсами всегда так, с селсами сначала непонятно, потом ты их моешь, и ты в восторге. Здесь все просто. В общем-то, если бы не кусающаяся цена в силу курса на новую коллекцию, то, наверное, эти перчатки были бы интересны. Но в своем ценовом сегменте, конечно, у них на данный момент есть конкуренты, их достаточно много. Но давайте зарезюмируем все, что я сказал ранее. 4-мм латекс террейн для плохих полей с использованием Робусты, плюс 4-мм или даже 5-мм подкладка. Честно говоря, я здесь не уверен, но утверждать не берусь. Крой Ролфингер, как на всех моделях серии РАП. Задняя часть выполнена из прорезиненных ставок, которые, как заявляет производитель, способствуют лучшему выбиванию меча кулаком. Плюс здесь выполнено немного текстиля на задней части, а также на большом пальце. Материал Outlast в данных перчатках не используется. Стандартная длина застежка, плотно фиксирует запястье, она достаточно широкая. И на данную застежку вы можете сделать нанесение, по вашему желанию. Здесь достаточно большое окошко для персонализации. Защитных ставок в данных перчатках нет. И могу сказать еще раз, прорезиненные ставки именно в этой модели комфортнее, чем в топовой модели Aqua. И касаемо размера, данная конкретная модель размера 8. Любителям сверхплотной посадки рекомендую брать размер в размер. Таким же любителям чуть более свободной посадки, как и я, я однозначно рекомендую брать на полразмера меньше своего стандарта. То есть на свою восьмерку я бы лично взял 8,5. Ну, а дальше уже все зависит от вашего вкуса и предпочтений. В общем-то, перчатки неплохие, могу сказать. Ну, касаемо дизайна, здесь на вкус и цветы фалломастеры разные, то есть ваше мнение, еще раз повторюсь, можете писать в комментариях. Я все-таки приверженец более консервативного дизайна, то есть когда превалируют белые цвета. В остальном, в принципе, действительно перчатки достаточно хорошие, но, опять же, все хорошо за свою цену. В общем-то, надеюсь, что обзор был для вас информативен. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И рассказывайте о нем друзьям, это очень важно для нас. С вами был магазин Glass & Kit. Всего доброго!